Привет! Сегодня первый день нашего путешествия и сегодня нас ждет каньон Авакас. 20 километров от Пафоса мы едем на машине, оставляем на стояночке перед входом в каньон и в путь. Пошли собираться! Поехали! Шикарно, потому что я не могу себе представить, летом при температуре плюс 40... Совершенно огромные скалы. Вот такое узкое ущелье, где вода течет ручьем и мы едем к водопаду дальше. В этом ущелье есть невероятная вещь. Это камень, который висит. Сейчас я вам покажу. Будет висит. Есть еще место на скале, где просто-просто из камня течет вода. В этом ущелье какая-то совершенно другая цивилизация. Прямо в ущелье летают птицы, пьют воду, растут невероятные растения. И способ передвижения от камушка к камушку. Будьте внимательны! Ножки могут быть мокрыми. Музыка Простите внимание на то, что обувь обязательно должна быть трекинговая. Ботинки, никакие вьетнамки, ни кеды. Причередуются по ходам по воде от камушка к камушку или такой тропинкой вдоль воды. Вокруг много камней, которые тоже нужно перелазить. Именно поэтому обувь должна быть очень удобная, комфортная и специальная для трекинга. Мальчишек это рай. Прыгать по камням два километра в одну сторону и обратно. Такая цветочная полянка в ущелье, которую мы сейчас пройдем. Музыка Мы приближаемся к концу ущелья и ответим себе на два вопроса. Что там в конце и откуда вода? И это все внутри двух огромных скал. Какой-то разлом, но тут лес целый. Целая жизнь, огромные сосны, птицы поют. Просто собственный мир, какой-то юрский период. Наши участники трека сейчас расскажут, что именно им понравилось в нашем путешествии. Оно еще не окончилось. Сашенька, что тебе понравилось? Мне очень понравилось, что мы ходили по камушкам и везде был ручейок и вода. Мне очень понравилась очень красивая скала и природа. Мне понравилось лазать по скалам, но там было уйму пауков. Это мне не понравилось. А мне нравится наша команда. Все классно справляются и все. Вау! Класс! Терри, как ты любишь наш трек? Это круто. Это довольно тяжелый. Поговоря через воду, кросять с одной стороны, обратно к другой. И это круто, чтобы найти красивую, солидную штуку, сделанную из стены, чтобы сидеть на это в конце. О, круто! В каньоне Аватас мне очень нравится. Сейчас бывают ташки. Есть тварины такие, как козы. Еще есть ветерец. И все очень красивые плиты. В каньоне мне безумно нравится ходить с моими друзьями, с моей семьей. Потому что это вызов, это радость, это счастье. И вообще тут невероятно красиво, невероятно классно. Обязательно нужно это посетить. Место. К чему нужно быть готовым и какая рекомендация? Если вы с детьми или вы можете проголодаться, вам обязательно нужно взять бутербродик или яблочко. Потому что как бы по маршруту это туда-назад и вроде бы быстренько. Но по факту из-за не самой легкой тропы, потому что это по камням постоянно, оно получается немножко долго. Это первое. Второе, про обувь я уже говорила. И третье, настроиться на то, что это не просто прогулка. Это все-таки как бы лазить по горам. Это очень интересно, очень классно. Просто в начале нужно быть к этому готовым. Маленький відпочинок и рушаем далее. Я сподеваюсь, что рушаемо. Бо якось люди уже сдаются трошки. Рушаемо, рушаемо. Мы наконец-то дошли в конец этого каньона. Хотя конца, конечно, нету. Впереди еще есть ручей. Но зато здесь есть тропа, которая подымается вверх на каньон. И обратно мы вернемся уже по кромке каньона, глядя вниз, где же мы шли. Самый верх каньона. Мы на краю света! Какой звон колокольчиков в горах. Класс, правда? Это баранчики или барашки или козочки. Три часа сплошного удовольствия. Дорога обратно очень приятна. Если не возвращаться каньоном, а идти верхом. Грунтовка. Пологий спуск. Впереди море. Кто особенно устал, рекомендую именно этот вариант. Было все. И попытки бунт вернуться назад. И слезы промочили ножки, упали с камушка. Но... Субтитры сделал DimaTorzok